Типа, что мои дети где-то там катаются, где-то там у них машины, моя семья обеспечена, у них машины есть, деньги есть, все есть, а у вас ни хрена ничего нету, потому что вы всю жизнь будете завистью жить и умереть. С чем я занимаюсь, знаю, это все, говорит Хадыр. Ну с чем ты занимаешься, действительно, мы все хорошо знаем, Хадыр. Я понимаю, о чем он говорит, он имеет в виду, они очень сильно ругали и продолжают ругать Анзора Масхадова, сына Аслана Масхадова, за то, что он во время войны оказался не в Чечне. И они всячески там постоянно не упускают возможности как-то укоренуть на эту тему, вот мол, почему тебя не было рядом с отцом, постоянно говорили, упрекали этим Масхадова, нашего президента, что мол, почему твои дети там не рядом с тобой. Хотя им было недостаточно того, что сам Масхадов находился на нашей войне, в нашем лесу, в лесах, все эти трудности войны переживал. Но они, тем не менее, пытались его этим тем самым уколоть. И вот сейчас очень правильно вопрос задает Муаммад Басаев, где, говорит, твои дети, Гадыров, где твои дети, где дети ваших министров, ваших чиновников, Далудов, твои дети, где дети, где Лимханова, кто у вас там еще, где ваши дети, где вы сами, самое интересное. Масхадов сам был непосредственно на передовой, был вот в блиндажах, в окопах, из окружений выходил, заходил, и в конечном итоге был убит врагом, стал шахидом, иншаллах. Я сейчас в детали не вхожу, то есть кто именно его убил, понятно, что смерть наступила в результате того, что он был окружен, его убили бы враги. А вот вы сами в данный момент не находитесь на передовой, сами вы не воюете, и дети ваши тоже не воюют. И вот это вот серьезная противоречия тому, чем вы пытались упрекать Масхадова. Вам бы либо самим оказаться на этой передовой, возглавить эту священную войну, как вы ее называете, либо отправьте туда своих детей хотя бы, чтобы они вас там представляли. Кадырову очень не понравилось, что мы ему на это указали, и он прокомментировал эти... Это не только мои слова, это как бы многие задавали этот вопрос Кадырову, многие блогеры, общественные деятели акцентировали на это внимание, что пока он пытается малоимущих отправить на передовую, его собственные дети, его племянники, родственники готовятся встречать певца Джонни в Чечне. Кадыров уже обещает, что он со всей семьей пойдет на этот концерт, его дети, племянники где-то там в хороших ресторанах, в общем, проводят время в свое удовольствие. И это как-то не совсем, наверное, правильно. И Кадыров нам на это ответил, ну и вот, собственно, что он ответил. С чем я занимаюсь, знает все, и вам, стукачам, говорит, что мои дети где-то там катаются, где-то там у них машины, да, моя семья обеспечена, у них машины есть, деньги есть, все есть. Вот, а у вас ни хрена ничего нету дома, потому что вы всю жизнь, да, будете завистью дома жить и умереть дома. С чем я занимаюсь, знаю, это все, говорит Кадыров. Ну, с чем ты занимаешься, действительно, мы все хорошо знаем, Кадыров. И хочу я начать с Карена Шахназарова, чуть не забыл фамилию. Карен Шахназаров это какой-то известный режиссер, советский еще, снималки, очень известные какие-то фильмы советские. Не могу, правда, сейчас назвать вам название этих фильмов, но, короче, известный такой человек. И он на передаче у Соловьева Владимира озвучил мнение, да, даже пожелание. Оказалось, что он является зрителем ЧГТРК грязный, постоянный. Что я вам рассказываю? Давайте посмотрим, что сказал Карен Шахназаров. Я же являюсь теперь постоянным зрителем канала-телеканала «Грозный» и очень рекомендую. Я, кстати, недавно видел у них политическую программу, такой Муса Магомадов. Я же рекомендую пригласить, вообще толковейший политолог. С удовольствием. Значит, какого-то Мусу Магомадова с этого канала, то ли работает Муса Магомадова на ЧГТРК грязный, то ли он у них частый гость, там приглашают его как политолог, он что-то освещает на каких-то ток-шоу. Я не знаю. Я не видел этого человека. Я загуглил, правда, какого-то человека там нашёл, но не знаю, про него идёт речь или нет. Поэтому, так как я не знаю, он это или нет, а Шахназаров предложил Соловьёву пригласить его на свою передачу, Соловьёв согласился, то есть собирается, как я понял, его приглашать. Я бы хотел, во-первых, я очень хочу, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался человек, которого я вам сейчас покажу. Мы с вами его уже смотрели, освещали его слова на нашем канале. Я бы хотел, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался именно этот человек. А если же им окажется не он, то я хотел бы, чтобы Карен Шахназаров обратил внимание на этого человека. Давайте сначала посмотрим на него. Кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них работали, служили, как неслись эти самолёты, раздавливали на своём пути всех этих людей обезумевших. Почему вы нас бросаете? Мы же вам доверились, мы на вас работали, мы вас обслуживали. Уважаемый Карен, не знаю, как вас по отчеству Шахназаров, обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Мы бы очень хотели, чтобы именно его пригласили на передачу к Соловьёву, и чтобы в эфире телеканала «Россия» он бы рассказал нам про вот это вот обслуживание оккупантов, войск, пришедших на свою территорию, на суверенную территорию государства, начавших захватническую войну, уничтоживавших колоссальное количество народа, собственного народа, этого оратора, затем установивших свои боевые войсковые части на территории его государства, установивших там свою власть, назначающих там своих наместников, заставляющих этих людей жить по их законам, по их конституции, как затем вот часть из этого народа начинает обслуживать этих оккупантов, как правильно их вообще называть, как их характеризовать, чтобы он вот эти вот все моменты, пусть даже на примере с Америкой и Афганистаном, чтобы он это рассказывал, и чтобы наши зрители, молодые люди могли смотреть это, впитывать, слушать, получать правильное понимание о том, как нужно относиться к оккупантам, и самое главное, к тем людям, которых назначает этот оккупант властью над этим народом, то есть к людям из своего народа, которые становятся коллаборантами, которые начинают как-то коллаборционировать с этими захватчиками, с этими оккупантами, становятся их представителем, представителем их власти, начинают судить между этим народом в соответствии с законами этого оккупанта, как к ним относиться. Вот мне кажется, вот этот человек очень правильно, дает вот это правильное понимание, россияне должны же знать, как относиться к американцам, к европейцам, вот пусть он это рассказывает в эфире в ОГТРК, обратите, пожалуйста, на него внимание. Ну а я очень надеюсь его увидеть в эфире в ОГТРК, телеканала «Россия». Так, и последний вопрос. Запомни, Кадыров, истинно сильнее денег, и человек с деньгами не останется безнаказанным. Джанго, Рамзан, какой же ты долбоящер! Все деньги мира и наркота это не исправят. И такая же беда у всех отпрысков Ахмата. Ни чести, ни совести, ни ума, ни мудрости, ни смелости. У вас нихрена нету, сосунки вы. Немецкий солдат. Бро, если бы вместо этого долбича Кафирова Путину на глаза попался бы Асаб Бурсагов, интересно, Асаб выглядел бы достойнее, или доктора Кафирова уже никто не переплюнет в питье тормозной жидкости? Я не знаю, брат, это сложный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok